Уважаемый Вадзех Малин, я господину Губину уже не представляю. Все знают, что он является представителем, дипломатическим работником посольства Китайской Республики в Азербайджане. Причем мы ему очень благодарны, потому что все те мероприятия, которые проводятся, мы, естественно, не советуемся с посольством, для того, чтобы наша главная цель представить Китай, его современную жизнь, его историю, и не только в пропагандистских точках зрения, но и действительно всем, кто интересуется вопросами, связанных с Китаем. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено китайскому кино. Почему мы выбрали это мероприятие, почему именно сегодня, в этот месяц, в этот год и так далее. Хочу вам сказать, что в этом году исполняется 110 лет со дня выпуска первого студийного художественного фильма Китая. В 1905 году это было, об этом наши студенты расскажут. То есть вот такая памятная для китайского кинематографа дата. Второй момент был связан с китайским кино, почему мы выбрали. Это не только часть великой китайской культуры, киноискусства. Китайское кино, к сожалению, у многих в мире, в Азербайджане в частности, всегда ассоциируется с какими-то единоборствами, с какими-то драками, шаолинским монастырем и так далее. Безусловно, все это имеет место быть. Но в то же время я хочу подчеркнуть, что и об этом будут наши студенты говорить, что китайское кино сейчас в современном мире занимает не только, как Китай у нас могучая страда с точки зрения экономики, не только первое место по выпуску кинофильмов, далеко обогнав и Болливуд, и Голливуд и так далее. Китайское кино в современности связано с теми насущными проблемами, социальными проблемами, которые происходят в современном Китайской народной республике. Эти проблемы связаны с жизнью людей. Мы видим, как Китай модернизируется. Это связано с проблемой модернизации, с проблемами молодежи Китая. И я думаю, что это тоже уместно, потому что недавно у нас состоялся День молодежи в Азербайджане. То есть китайское кино сегодня очень глубокой психологии. В китайском кино уделяется очень много моментов, связанных с историей страны. То есть китайское кино действительно является тем кином, который и напоминает и китайцам, и всему миру о древней истории Китая. Я хочу сказать, что в последнее время очень много фильмов снимается на натурных съемках в Китае. Я думаю, что, может быть, вы многие не знаете, многие кадры из фильма знаменитого «Аватар» тоже были сняты в Китае. То есть вот такой даже могу пример привести. Мало того, многие американские, ну понятно, американское кино – это известный мир. Многие американские актеры стараются сняться в китайских фильмах. Мало того, даже учат специально китайский язык, чтобы как можно лучше происходил вот этот элемент, связанный с дубляжом, картиной и так далее. Значит, вот какое сегодня современное китайское кино. Хочу напомнить вам, что те культурные связи между Азербайджаном и Китаем, которые существуют, касаются, безусловно, разных. Они у нас разноплановый характер. Мы знаем, что проходят дни культуры, мы знаем, что проходят выставки художественные, происходит обмен артистами и так далее. Но в 1994 году, когда наш общий национальный лидер поехал в Китай своим первым вот этим историческим визитом, тогда среди многих договоров, подписанных между Китаем и Азербайджаном, был договор, который прямо так и называется «Протокол о сотрудничестве в области кинематографии, теле- и радиовещания», который вот как бы положил основу для этого момента. Хочу также напомнить, что, например, в 2011 году у нас здесь, в Азербайджане, состоялось заседание, очередное заседание Евразийской комиссии по теле- и радиовещанию. И Евразийской. Там участвовали Китай, там участвовала Россия, Азербайджан. И сюда к нам приехал представитель одной из крупных медийных компаний Китая. И в университете искусств был показан китайский фильм «Осенние дожди». Вот как бы, почему университет искусств? Потому что вы знаете, в нашем университете искусств существует факультет и киноведения, и факультет актеров кино и так далее. Очень приятно мне отметить и также тот факт, что, по-моему, в 2013 году, или в 2012, точно не помню, состоялся международный кинофестиваль в Китае в городе Сиань. И вот наша картина молодого кинорежиссера Ахмедова «Маяк», она завоевала там даже два приза. Первый – это приз зрительской симпатии, и второй – приз за лучшую кинорежиссерскую работу. Кстати, этот Ахмедов, он выпускник Московского университета и кинематографии и так далее. Почему я напоминаю об этих моментах? Вот эти первые какие-то общие моменты, которые я сказал, хочу напомнить, что азербайджанский режиссер с известным своим фильмом «Кочевье», он также участвовал в кинофестивале в Китае и занял одно из первых мест. Таким образом, вот этот взаимообмен, а мы знаем, что показ кино, вот сейчас мы даже можем смотреть на какой-то фрагмент из современного китайского фильма, лучше, чем, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому это фактически слепок современной китайской жизни. И проблем, и радости, и печали. И вот этот элемент, связанный с китайской кинематографией, он очень сложен. Почему? Потому что Китай – очень быстро меняющаяся страна. Китай испытывает тот огромный процесс всемирный, но в Китае это особенно, модернизации. Люди как бы замыкаются, это свойственно всем крупным городам, вот этих каменных джунглях, и как-то теряются социальные связи и так далее. Вот эту сложную современную жизнь китайский кинематограф сейчас отражает. Я, например, вот когда говорю об урбанизации, может быть, для вас будет это новостью, но вы представляете, 87% всех многоэтажных зданий, которые в мире построены, это построено в Китае. Вот элементы, связанные с так называемым жанром городского кино и так далее. В связи с этим я не хочу долго говорить, потому что об этом наши студенты скажут. Я просто хочу подчеркнуть, что Китай, даже на уровне нашего элемента, связанного с кинематографией и так далее, еще раз подчеркивает свою древнюю цивилизационную культуру. Почему? Потому что все, которые интересуются кино, и вообще бытует в жизни такое расхожее мнение о том, что именно братья Люмьер во Франции, первые кинематографы, но многие историки кино говорят о том, что все-таки первый прообразом кинематографа, это был кинематограф Китая. Почему? Потому что именно там возник театр теней. Вот именно как бы вот это первый элемент, связанный с китайским кинематографом. Я хочу сейчас предоставить слово первому проректору нашего университета, Вазык Наримову. Спасибо большое. Дорогие друзья, добро пожаловать. Я думаю, что вы уже азобайджанский понимаете, и я буду на азобайджанский. А, мы переведем. Да, и как раз для студентов тоже будет проработать, чтобы они начали уже говорить по-китайски. Чок салом, Рафим, дайдам. Харьбург, дайдам, чок салом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аминь, почему? Потому что люди являются эллицей, и эллицей. Их это эллицей, и кино, и эллицей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... 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 Пожалуйста. Принято считать, что родоначальниками кино являются европейцы, поскольку именно в Париже 28 декабря 1895 года братья Юмери продемонстрировали первый в истории человеческого кинофильма. Однако существует и другой взгляд на эту проблему. Прообразом современного кинонотографа является театр теней, известный в Китае уже во втором тысячелетии до н.э. Театр теней – это форма визуального искусства, основана на использовании плоских кукол. Куклы, которые обычно делали из картона, кожи или специальной цветной пленки, находились между источником света и экраном. В театре теней использовался полупрозрачный экран, на который проецировались освещенные сзади движущие картины или кадры. Куклы, управляемые бамбуковыми, деревянными и металлическими тоненькими палками, были центральной частью представления и обычно представляли собой произведения искусства. Они не были бессветны, но раскрашивались так, чтобы цвет каждой детали различался через экран. Цвет часто играл символическую роль, предупреждая зрителя о характере и амплуа персонажа. Подобное представление сопровождалось музыкой или рассказом. Искусство театра теней считается народным, но его происхождение, согласно древней легенде, связано с горем императора, потерявшим свою жену. Император был настолько печален, что даже о старом управлении государством. Тогда его санкомник, подсмотрев за играющими на улице детьми, изобрел театр теней. Самое первое представление изображало жену императора, который, увидев ожившую тень жены, немного утешился. Театр теней стал поистине синтетическим видом искусства, поскольку помимо изображения амплакада, он сопровождался игрой небольшого оркестра, в который уходили как традиционные струнные инструменты, так и ритмичные удары палочек из бамбука. Таким образом можно считать, что кино все-таки было изобретено в Китае, а в Париже оно лишь было технически усовершенствовано. Китайский кинематограф имеет непростую здоровье развитие, в которой киноведы выделяют несколько этапов. Первый этап – это освоение целины. С 1905 по 1931 годы. В течение почти 30 лет китайские кинематографисты занимались освоением целины, пройдя нелегкий путь становления от показа иностранных фильмов и существования за счет иностранных капиталовложений до производства собственных фильмов в 1905-1925 годы. Китайские фильмы возникли следствием наблюдения за западными образцами и их имитацией. Вместе с тем, китайский кинематограф с самого начала тесно был переплетен с традиционным оперным искусством Китая. В осенью 1905 года хозяин фотоателье Фэн Тай Жэнь Цзинь Фэн снял фильм на сюжет пекинской оперы под названием «Динс Цзюнь Шань». Это событие считается началом эпохи китайского кинематографа. Оно потолкнулось отечественнее к созданию и развитию китайского кино. В 1909 году американский бизнесмен Бенджамин Брески создал Шанхай киностудию «Азия». Это была первая в Китае компания по производству кинофильмов. Однако первые фильмы, снятые на этой киностудии, «Западная диракторица» и «Невезучий» оказались скучны и интересны и не использовались популярностью у зрителей. Компания понесла большие убытки и оказалась на грани банкротства. В 1913 году шанхайские финансисты Чан Шинчуан и Чен Цзюй создали компанию «Синь Минь» и на базе киностудии «Азия» сняли первый в Китае короткометражный художественный фильм «Супруги в беде». Однако после начала 1914 года, когда была Первая мировая война и прекращение поставок немецкой кинофильмки киностудии «Азия», она была вынуждена закрыться. В 1916 году Чан Шинчуань создал киностудию «Хуан Сянь». Это первая самостоятельная китайская кинокомпания, по-настоящему свободная от контроля иностранных инвесторов. Он также приступил к съемке фильма «Обиженные души» своей антифеодальной направленностью, перекликавшуюся с фильмом «Супруги в беде». Оба фильма вошли в историю китайского кинематографа как первые качественные китайские фильмы. С ростом отряда отечественных кинематографистов и накоплением ими богатого опыта, в 20-е годы прошлого века был впервые снят полнометражный китайский кинофильм «Ян Жуншэн». Первая партия полнометражных художественных фильмов в Китае была снята в Шанхае, и они имели главным образом коммерческую, нежно художественную направленность. Создание фильма для продюсеров было просто, способом развлечения и источником прибыли. Несмотря на это, китайская кинематография вступила в эпоху независимого хозяйствования. Имитируя западное кино, китайский режиссер включали в фильмы оригинальные элементы китайской культуры. С 1922 года наблюдается подъем киностудии «Мин Син», созданная Джан Шичуанем и Чэнь Цюэм. Это стало важным событием в истории развития китайской кинематографии. В 1923 году компания «Мин Син» выпустила ленту «Сирота спас бабушку». Новый фильм доказал, что китайские кинематографисты приступили к ограниченному сочетанию киноэлементов, пропаганды, искусства, привлекательности для зрителей и начали движение по пути создания фильма с национальной спецификой. «Сирота спас бабушку» стал образцом для китайских кинематографистов, предопределив направление развития нового кино. Популярные студии «Мин Син» и большие доходы от проката фильма «Сирота спас бабушку» воодушевили кинематографистов. Стали появляться новые кинокомпании. Старая концепция кино всего лишь развлечения постепенно отживала. Кинотеатр стал новым культурным феноменом, завоевывающим весь мир. К 1925 году в Китае открыли 170 киностудий. В том числе и более 140 компаний были компактно размещены в Шанхае. В течение 1928 по 1931 годы около 50 кинокомпаний в Шанхае выпустили в общей сложности около 400 фильмов, в том числе около 250 фильмов на тему восточных единоборств. В этих непростых условиях возникла и стала стремительно развиваться киностудия «Лянхуа». С самого начала эта киностудия отличалась от конкурентов, исповедуя принцип «Приоритет искусства, распространение культуры, пробуждение народа, спасение кинематографа». Уважая законы киноискусства, сценаристы «Лянхуа» выбрали для своих фильмов сюжеты о семейных противоречиях и отношениях между людьми. Студия заслужила в Китае одинаковую популярность с кинокомпаниями «Мин Син» и «Тяньи». Художники-новаторы продвигали создание звукового кино. Усилия энтузиастов имели большое значение для выхода отечественного кинематографа на новый уровень. Компании «Мин Син» и «Тяньи» раньше других приступили к выпуску звуковых фильмов. Лента «Певица. Красный пион» в кинокомпании «Мин Син» стала первым китайским звуковым фильмом. Премьера звукового фильма не встретила ожидаемого теплого приема со стороны зрителей, но новая страница в истории китайского кинематографа все-таки была открыта. Появление звуковых фильмов в Китае привело к переменам в китайском кино и стимулировало прогрессивных художников в создании новых фильмов – кинематографа Леон Сонта. Второй этап на пути к зрелости с 1931 по 1949 годы. В 1931 году китайский кинематограф пережил эпохальную перемену. В это время произошел окончательный отход от наследия театра теней и поворот к выпуску настоящей кинопродукции. Вместо развлекательных произведений коммерческой направленности китайские кинематографисты стали выпускать яркие, реалистичные, специфические фильмы. Как следствие, китайская кинопродукция вошла в русло развития передовой культуры и стала воплощать колорит из исторического момента. После событий 18 сентября 1931 года суровая действительность стала определять развитие китайского кинематографа. Беда пробудила национальное самосознание китайского народа, и деятели кино откликнулись на этот подъем национального духа. Пробуждение народа и спасение Родины – такой был реймотип кино того времени. На этом фоне стали появляться фильмы на сюжеты антияпоновской войны. В марте 1933 года Компартия Китая создала группу деятелей кино, в состав которой вошли Ся Ян, А.Ин, Ван Чэнь Ю, Ши Лин Хэ и другие. Эта группа стала движущей силой прогрессивного направления развития кинематографии Китая. В 1933 году был создан ряд прогрессивных снимок в левой направленности. Кинокомпания Мин Син выпустила ленты «Бурное течение», «Крик женщины», «Рынок косметики», «Перспективная карьера». Фильм «Бурное течение», сценарий которого написал Ся Ян, был снят режиссером Чэн Бугао, ставший первым представителем режиссера прогрессивной направленности. Студия Лян Хуа выпустила в свет три модницы, «Утро большого города», «Свет материнства», «Мелочи». Кинокомпания Ихуа выпустила «Дыхание нации», «Шторм на Китайском море». Кроме того, в других киностудиях также сформировались художественные направления кино «Левого фронта». В 1933 году был назван в связи с этим годом кино. Третий этап – «Зигзагообразное развитие» с 1949 по 1966 годам. До образования нового Китая китайская кинематография прошла 17-летний путь развития. На этом извилистом пути она добилась успехов, привлекших внимание всего мира. Образование Китайской народной республики открыло широкие перспективы для развития кино. Поочередно были основаны пекинское и шаханское предприятия по производству кинофильмов, а также киностудия «Но Апп». В совместной северо-восточной киностудии они функционировали в качестве главной базы выпуска кинофильмов в первые годы нового Китая. Так начался отчет истории кино нового Китая. Для того, чтобы новое кино не только соответствовало требованиям по кино, но и отвечало требованиям народа, лишь недавно избавившись от реакционного общественного строя, ЦК КПК обнаружил четкие указания по кинематографической работе. Благодаря руководству ЦК КПК и тщательной организационной и подготовительной работе в сферах обеспечения кинопроизводства кадровыми и материальными ресурсами, кинематограф в первые годы после образования нового Китая получил динамичное развитие. Менее чем за три года был выпущен ряд замечательных фильмов «Мозг», «Стальные войны», «Красное знамя» на кургане «Тюган», «Дети Китая», «Женщина-водитель», «Джао» и «Май», которые продемонстрировали силу и перспективы развития молодого кинематографа Китайской Народной Республики. В течение долгого времени Шахай функционировал в качестве Центра развития кинематографа Китая. В первые годы после образования нового Китая в Шахай работали более 10 частных киностудий, в частности «Кунглун», «Вэньхуа», «Готай», «Датун» и «Дагуангмин». А также многие частные кинокомпании в первые годы после образования КНР смогли выпустить неплохие кинофильмы «Большие ладони простых людей», «Мой жизненный путь», «Камрот и товарищ Гуань», «Весна двух семей» и другие. В 1952 году частные кинокомпании были объединены, а на их базе был создан Шанхайское объединенное кинопредприятие, которое в следующем году было поглощено Шанхайским кинопредприятием. Так закончилась история частного кинематографа в Китае. В результате с 1951 года по 1952 года киноиндустрия находилась в застое, вызванном элементарным отсутствием сценарием. Проблему привлекло внимание соответствующих ведомств, и ЦК КПК обнародовал постановление об активизации работы по выпуску кино, которым подверг критики тенденцию к формализму и концептуализму в творческой сфере. Постановление способствовало оздоровлению атмосферы киноиндустрии, и начиная с 1954 года китайский кинематограф вступил на путь устойчивого развития. Увидели свет такие замечательные произведения, как «Люди степи», «Партизаны на равнине», «Куриное перышко срочное письмо», «Великий починь» и другие фильмы высокого эстетического и нравственного уровня. В 1956 году Китай пережил важный поворот в истории своего развития. Китай переориентировался от массовой классовой борьбы на задачи экономического строительства. На этом фоне 2 мая 1956 года Мао Цзэдун выдвинул основной курс развития научной и художественной деятельности. Пусть расцветает 100 цветов, пусть соперничает 100 школ. Этот курс был звал души лезни и встречен с творческими работниками. Согласно данному курсу с 1956 по 1957 годы, китайский кинематограф добился знаменательных успехов в развитии. Выпущенные в это время фильмы «Горы Шангань», «Доброе пожелание», «Ли Ши Чжэнь», «История села Либао» демонстрируют эти успехи. Между тем продолжали иметь место серьезные проблемы. При большом количестве выпускаемой кинопродукции ее качество зачастую оставляло желать лучшего. Один за другим увидели свет такие фильмы, как «Защитив красный знамен», «Революционная семья», «Ранние весны февралей», «Изыскры пламя», «Крепостной» и другие. В 1962 году начался расцвет кино. Эти фильмы стали настоящим прорывом в развитии кинематографа, и многие из них были удостоены наград на кинофестивале «Сто цветов», который начал проводиться в 1962 году. Известность и любовь зрителей получили такие фильмы, как «Красная армейца обороняет озеро Кунху», «Вечная жизнь в пламени», «Ашима», «Красный цветок Тяньшани» и другие. В 1960 год китайский кинематограф встретился в состоянии застоя. Четвертый этап – застой и спад с 1966 по 1976 годы. Культурная революция. Переумп застой и спада китайского кинематографа. Деятели кино были осуждены как правые элементы. Киноприприятия были закрыты. Китайское кино случилось в эпоху безвремени. Несмотря на имеющее место, спустя некоторое время известно оживление творческой жизни в кинопроизводственной сфере господства образцового пекинского опера. Десятилетие хаоса принесло китайскому кино огромный ущерб. Более 650 кинофильмов, снятых за 17 лет народной власти, были названы ядовитыми сальниками. А кино «Левого фронта» 30-х годов несправедливо икровировалось. Были прерваны контакты между китайскими кинематографистами и их зарубежными коллегами. Кинематограф потерял таких мастеров, как Цай Чушен, Ин Гринвэй и других. После вмешательства и поддержки со стороны Мао Цзэдуна и Чо Эн Лая, китайскому кино удалось сохранить жизненную силу в хаосе тех лет. И только после семилетнего застоя киноиндустрия постепенно вернулась в сравнительно нормальное русло развития. Вместе с тем, в целом, китайское кино находилось в чрезвычайно тяжелом положении. С 1973 по 1976 годы в стране было выпущено всего 76 фильмов. В частности, «Ясная погода», «Зеленая сосна в горах», «Бурные годы», «Вторая весна» и другие. Пятый этап – пост движения. В 1977 по 1989 годы. После десятилетия хаоса Китай вступил в новую стадию развития, что не могло не отразиться на развитии кино. Китайское кино, имеющее за своими плечами 70-летнюю историю развития, встретило вызовы нового времени и обстановки, сложившиеся в результате реализации политики, реформ и открытостей как в экономической сфере, так и в области кино. После разгрома «Банды четырех» художественная жизнь Китая стала динамично развиваться по всем направлениям. Для возрождения кинематографа как комплексного жанра искусства требовалось больше времени. На четвертом заседании деятелей творческой сферы, который состоялся в 1979 году, был выведен курс «Художественная деятельность должна служить социализму и народу». Был подтвержденный курс «Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ». Упорядочение политического курса и создание благоприятной атмосферы для творчества способствует здоровому развитию кинематографии в новых условиях. На фоне упорядочения идеологического раскрепощения, а также активизации художественной деятельности, в 30-х годовщине со дня образования КНР, были выпущены такие замечательные кинолеты, как «Из раба в генералах», «Улыбка в горе», «Рассвет» и «Колыбирь». Появление этих фильмов ознаменовало завершение периода застой кинематографии и вступление его в стадию динамичного развития. Как 1959 год стал годом возрождения китайского кино. Переосмысление опыта культурной революции послужило толчком к развитию китайской кинематографии. Возрождение кино стало отвечать воле народа. Воспоминания печальной истории и серьезные размышления стимулировали рождение новых культурных школ, раненой литературы и литературы переоценки. Были выпущены фильмы, рассказывающие о десятилетиях хаоса и о боли, причиненной их трагедии. Эти фильмы реалистично показывали процесс развития революции в Китае. В середине и в конце 80-х годов фильмы на исторические революционные системы получили особо динамичное развитие. Углубленные размышления об истории, критика совершенных грубых ошибок, пропаганда социалистического губанизма – вот основные элементы китайского кино того времени. Возвращение человечности внимания к чувствам приблизления к кино к реальной жизни помогали ему найти путь к сердцам зрителей. Примерно половины всех выпущенных в 80-х годах фильмов баллы посвящены описанию реальной жизни и путь с эпохи, воспеванию героев социалистического строительства. Все больше кинематографистов обращают к современным качествам источника своего вдохновения, иллюстрируя процесс реализации политики, реформ и открытости художественными методами. В середине 80-х годов самым важным феноменом кино жизни Китая стало становление пятого поколения китайских режиссеров и возникновение так называемого кинематографа Польска. Примеры фильма 1.8 в Пекине вызвала сильнейший общественный резонанс. В период с 1984 по 1986 годы молодые режиссеры, которых назвали режиссерами пятого поколения, выпустили ряд отличных фильмов, таких как «Желтый зел», «Инцидент с черной пушкой», «Последний звук», «Открыв новое направление развития китайского кино» в направлении кинематографа Польска. Кинематограф Польска породил новый тип киногероя. С одной стороны, режиссерская мысль настойчиво изучала историческую и культурную специфику китайской нации, а с другой разрабатывала и применяла более содержательные и продуманные художественные приемы, чем нанесла серьезный удар под редакционный концепт сериализма. Кинематограф Польска стал ярким и самобытным иллюстрирующим процесс диверсификации киножанров и послужил предвестником появления волны кинофильмов в различных направлениях. Сейчас Ря Internet «Азербайджан» Спасибо. 所以用汉语就是电影,我是给你们解释过这个词。 中国的电影是通过三个阶段到了现代的程度。 第一次,首次的电影是1905年开始的。 1905年开始的。 中国的电影有历史电影,战争电影,和现在的现代电影,还有武打片。 武打片是所有的国家,几乎是所有的国家的人们都喜欢的电影。 尤其是在武打片里面的《成龙》是你们最喜欢的。 Hannis在《成龙》的。 Jack Chandler。 我在文化课给你们播放过一些电影关于《成龙》的电影。 你们都非常的喜欢。 中国的电影主要是有幽默感,有历史的背景。 也有一些反映中国文化的中国人民的习俗。 他们的生活是什么样子的。 你们都可以通过中国的电影了解中国。 了解中国的文化。 现在的电影主要有幽默喜剧来体现。 然后你们我通过问学生们,我知道了你们比较喜欢香港片。 因为香港片是大片比较多。 孩子们比较喜欢香港的电影。 然后就是台湾的一些电影。 对吗? 台湾的一些电影是你们非常的。 但是在我们中国大陆也有非常有名的一些电影。 尤其是2014年最有名的,而且是获奖的一个电影。 叫《全民目击》。 我曾经给吉诺老师和雅飞老师也说过这个电影的名字叫《全民目击》。 希望你们要是有机会的话,去在网上搜一下《全民目击》这个电影。 也是非常好的。 我就刚才这位同学用俄理评解释了一些关于中国电影的一些情况。 那我就不多说了。 在以后的文化课,我们还会继续接触关于中国文化、中国历史的一些电影。 希望你们更喜欢中国的电影。 中国的女士。 谢谢。 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 你们和雅飞长们说过很多关系的想象, 跟社交文化解释的关系。 Я не случайно в самом начале говорил по поводу истории, что действительно китайская цивилизация на существующие многие тысячелетия особый предмет для изучения, для понимания, сложный предмет, многие еще вопросы до конца не выяснены. Естественно, нам, людям современности, более понятна и интересна история 20 века, 19 века, 21 века. Но из-за этих 20 век Китай располагает такой сложной, такой героической историей своего развития. И мы в самом начале говорили, что кинематограф как бы отображает вот эти исторические этапы. Но история это прежде всего люди с их характерами, с их проблемами, с их печалями, с их мечтами. Я особенно хотел бы сказать по поводу мечты, потому что мы как-то вот на наших мероприятиях очень часто говорим, что сейчас в Китае на самом высоком уровне, на уровне президента господина Си Цзиньпина провозглашена такая идеологическая составляющая развития Китая. Так называемая китайская мечта, достижение китайской мечты. Это очень комплексное понятие, но понятно, что это прежде в очередь связано с современным поколением, с молодежью. Мы с вами на разных мероприятиях здесь очень часто видим кадры, как молодежь Китая служит в армии, какие достижения у молодежи Китая в области спорта, какие достижения у китайской молодежи, безусловно, под руководством старых академиков и так далее. Но мы с вами видим, что Китай стал космической державой. Китай осваивает Луну, у Китая тайконапты, да, уже даже появилось устойчивое название, осваивает космос. Я уже не говорю о том, сколько трудолюбивых китайских бизнесменов, именно молодых, потому что старому бизнесмену трудно перемещаться и так далее, молодых бизнесменов поднимает экономику и развивает экономику этой страны. То есть совсем новый мир, новое поколение. Мы часто видим в китайских фильмах, это часто показывает о том, какая забота о пожилом поколении Китая. Все удивляются, когда приезжают в Пекин и видят, как в пекинских худунах, в переулках, играют и в национальные игры, занимаются гимнастикой пожилые люди и так далее. То есть вот такая связь между старым и новым поколением. Безусловно, вы все здесь или дети, или мы все читанцы и так далее. Вот это связь между молодым и старым поколением. Исторические элементы. Связи связаны с развитием экономики, то есть в бизнесе, взаимоотношения в бизнесе. И вообще, чем живет городская молодежь Китая. Все это очень большой спектр характеров. И во всех этих характерах очень много элементов исторических. Я только что говорил, как пожилые люди занимаются в шоу, сколько спортсменов китайцев, которые и так далее. То есть вот этот сложный механизм привлек новые типы героев китайского кино. О них сейчас вот мы расскажем. Я просто хочу сказать, что вот такое, знаете, одностороннее восприятие Китая. Мы знаем, у Китая был сложный и героический революционный путь в создании Китайской Народной Республики. Антияпонская война и так далее. Тоже у нас, кстати, были сильны по этому поводу. То есть прошел такой определенный этап от революционера, от активного общественника, более углубленных к личным проблемам человека. И вот этот элемент мне очень важный, я хотел бы подчеркнуть, что очень тесно связан с другими элементами взаимоотношений между народами. Мы говорим о народной дипломатии. Вы знаете, что мы тоже говорили об этом на наших семинарах, что господин Синь Димпин выдвинул очень простую и в то же время, как все простую, гениальную мысль. О создании евразийской экономии, шелковой пути, по экономическому полосу шелкового пути. То есть объединение экономики этих стран. А мы знаем, где экономика, там объединение людей, там объединение характера. И люди друг друга узнают в первую очередь через культуру. А самая массовая культура, самая легко доступная, и по интернету можно посмотреть, и в кинотеатре, и в кино. Поэтому для кино придается огромное значение в этом отношении к Китаю. Пожалуйста. 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 В связи с этим, я, конечно, мы не киноведы, но я думаю, что самый лучший киновед как раз простой человек, который ходит и смотрит. Потому что познакомиться с жизнью Китая через кино, через искусство, через их проблемы, мы понимаем, что да, мир действительно толерантный. Мир действительно очень маленький, несмотря на огромную планету Земля. У всех одни и те же, по большому счету, проблемы. И вот показ китайской специфики, какие проблемы у китайской молодежи, чем живет современный Китай. Конечно, лучше, чем кинематографы, это сделать трудно. И поэтому здесь это уже прозвучало, я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы наша молодежь Азербайджана понимала, что современное китайское кино, это не только вот эти сцены, связанные с шаолистскими боевыми искусствами и так далее. Китай — это глубокие психологические травмы. Китай — это развитие страны, развитие политической составляющей этой страны. Мы с вами знаем, что в непростой истории Китая, о которой я сейчас говорил, были разные проблемы. Были гражданские войны, были антияпонские сопротивления и так далее. Это мы говорим, но за этими же всеми событиями стояли люди, стояли люди со своими судьбами. И вот сложные героические, непростые судьбы людей, китайский кинематограф с точки зрения драмы, с точки грубокой психологии, сейчас особенно придает этому большое внимание. И буквально вот небольшой доклад вот по поводу, какие же герои сейчас в кинематографе Китая, о чем они хотят сказать зрителю, как устроена сегодняшняя современная жизнь Китая. Мы хотим попросить вот нашу Абу. Современное китайское кино можно подразделить на авторское, комическое и юристическое кино. К огромному сожалению, осознание многих людей, китайский кинематограф часто ассоциируется с боевиками, посвященным восточным снаборствам и в российской миссии. Действительно, одной из наиболее распространенных тем для сюжета китайского кино является тема боевых искусств. Талантливо снятые боевые сцены и специфекты приложили к китайскому кино путево-мировое кино. В то же время следует отметить, что драматические сюжеты для фильма часто имеют свое начало в традиционном театральном искусстве Китая. Современное китайское кино инвестрирует легенды и предания, показывает самобытность культуры Китая, любуется красотой природы. Однако многие европейцы сформировали специфические отношения к китайскому кино, отражающие стереотипы общественного мнения. Широкие массы кинозрителей часто судят о нем по наиболее известным фильмам Че-Ки Чауна Че-Та-Ли. Более следующие в современном киноматографе слышали Аджан Имао, Вон Ге Карвайи, Цань Милляне. Однако подобные взгляды и оценки китайского кино не отражают реальные ситуации, сложущиеся в китайском киноиндустрии. Китайское кино давно прочно занимает заметные позиции в мировом киноматографе, о чем свидетельствует на подчисленные награды на больших и малых международных кинофестивалях. Оно популярно не только у себя на родине, но и в Европе, Америке. Больше сотни китайских режиссеров, актеры и киноактрис успели поработать в Толливуде и вернуться на браж опыта в Китай. Американские звезды охотно снимают картинок китайских режиссеров. Обобщение материала китайской киноматографии помогает выстроить определенную модель создания художественного персонажа. История развития качеств героя напрямую связана с особенностями того или иного периода в жизни Китая, а также с его идейно-моральными ценностями. Китай в любое искусство традиционно рассматривалась как воспитательный процесс, а воспитание – это пропаганда идеальных образцов, требующих подражания. Не осталось в стороне кино, ставшийся мощным регулятором общественных отношений. В фильмах сделалась остановка на героев, отвечающих требованиям властных структур, вследствие чего появилась цивилизация художественного образа. Факт почти на всем протяжении истории китайского кино, но преобладающим был экстравертный тип, местой важного было отражение его внутреннего мира в ходе связи с обществом. Первые четверти XX века фильмов Китая преобладали этические мотивы роли человека в обществе, в соответствии с новым жизнью, исполнении долга, сыновной неопочтительность. Сюжет большинства произведений строился на вознаграждении страдальца, твердого в своих убеждениях, либо на наказание за неисполнение долга. Такое наручение пришло из конфуцианской культуры, являлась яркой особенностью китайского кинематографа того периода. В следующие десятилетия обратились к иным характеристикам персонажа. Он тверд в своих убеждениях, занят общественным делом, уклонением которого считалось равновесимым к специальной смерти. Эти особенности определяют в военной ситуации тогдашнего времени, его идейно-политической замкнутостью. Новый ракуз открылся в китайском кинематографе после поражения Японии в войне, когда в 1946 году затронилось прерванное кинопроизводство. Тема войны не ушла, но сменилась тональность. В центре внимания попала проблема взаимоотношений человека и общества, а точнее договора общества по отношению к индивиду, где обнаруживалась неопределенность этого общества. Индивид теперь не связан с обществом, его взгляды имеют право на существование, даже если они отличаются от умозрения общества. В 1909 году произошла резкая смена ракурса в киноискусстве Китая. Если прежде фильмы взывали к национальному единству, то теперь соединяющим фактором вступал в теме политический элемент, где герой не противопоставлялся обществу, а находился с ним гармоничным созвучием. После 1976 года киноматографы КНР стали появляться в фильмы, которые можно, уверенно, назвать серьезным и глубоким искусством. Это в ходе неопредписания размышлений. С фильма вышли шаблоны. Присонавцы совершают нестандартные действия, симплитарные реакции на действительность. Теперь реалии мира воспринимают героев хадиста характера и были окрашены его личным созерцанием. С фильма, как СНР, герои обучено и поглощено самореализацией в обществе, что не оставляет художественных пространств на личную жизнь. Раскрытие внутреннего мира, чувства и переживания. По многому это определяло установку направленных героев, свободных от эмоциональной окраски и наслаждение эмоционально-психологических качеств отводясь к колеблющимся героям, занимающим промежуточное положение между отрицательными и положительными героями. Современное кино Китай стоит на пути достижения формы трагедии, которую кинематограф КНР ранее не знал. Здесь обнаруживается внутренняя неустойчивость, нестабильность, психологическая недорешенность и вживожное расприятие мира. Такие тонации в кино встречались и ранее, но подвлекались критическим нападкам. Трагедия связана с неодолимым препятствием, вставившимся на пути героев и в идущем гибели. В прежнем фильмах Китая, создавшихся по единому экономии соединения реализма с романтизмом, перед их героическими личностями должны были вставать слабые враги, легкопреодолимые препятствия с тем, чтобы их путь не изобиловал сложностями и завершался хаппи-эндом. Сейчас же наблюдается отход от этих шагов нынешнего гема. Теперь физическая смерть на экране смотрится как трагедия, и это непременно связывается с индивидуальным особенностями героев. На сегодня важным для кинематографии Китая является поиск новоположительного героя, который воплотил идеал активного деятеля в нынешней эпоху глобализации. Важно, чтобы сознание героя находилось в гармонии с жизнью и ситуациями, в которые он попадает. Художественный герой такого типа пока еще не раскрылся в полной мере в фильмах Китая. Постепенное приближение к таким героям поможет китайскому киноискурству стать поистине культурным феноменом, несущим в себе своим характером для его истории и менталитета особенностей. Комплект поколений – это тема одна из самых острых и водно обсуждаемых в современном китайском обществе. И, конечно же, искусство не могло обойти вниманием тот же вопрепещущий вопрос. Этой теме посвящено многим художественным произведениям. Ченг Хайге в своем фильме «Вместе» рассказывает нам очень трогательную историю дворца и сына. Отец уверен, что его сын очень одарен и станет великим музыкантом. Он делает все для того, чтобы его сын занимался музыкой. Но эта проблема имеет и другую сторону, медалью. Дети, выросшие в таких условиях, часто эгоистичны и избалованы. Например, в фильме «Вернуться домой» режиссера Чаньяна, главный герой, встречает женщину, которая скажет демонстрирует своей жизни. Она не существует, сдает кровь за вознаграждение, перебивается с случайными заработками, чтобы ее сын имел возможность учиться в университете. При этом сын стесняет ее, просит, чтобы она больше не приходила. Женщина не вспыхивает обиду. Она говорит, что мусор понимает его. Он студент, у него блестящее будущее. А я собираю мусор. Он стесняет себя, я понимаю. Главный герой возражает. Это неправильно. Даже профессор должен помнить своих родителей. Ты поддерживаешь его. Женщина же оправдывает сына. Его папа умер, когда он был ребенком. Но в жизни была не простая. В фильме «Счастье на час» режиссера Чан и Мау мы видим поклого избавленного ребенка, которому мать не отказа ни в чем. В фильме «Факционов» семейная сага, повествующая о взаимоотношениях отца и сына в течение более чем 30 лет. Мы становимся свидетельствами развития сложных отношений, которые постоянно находятся на грани конфликта. Сын мечется между любовью и ненавистью к отцу. Отец пытается контролировать сына, решая для него его судьбу. Ему трудно смириться с тем, что сын вырос в совершенно другой культурной ситуации. Под влиянием модернизации китайцы приявляют тенденции возрастания индивидуализма, самостоятельность, ослабление, почтительное отношение к старшим. Все это демонстрирует главный герой фильма. Сын даже позволяет себе такие высказывания, как это «ты мой отец, но ты никогда не был хорошим отцом». В традиционном китайском обществе подобные высказания были немыслимы. Еще один фильм, касающийся данной проблематики, это «Шанхайские мечты», рассказывающий нам историю конкретных 9-летней девушки Тиньхун, которая хочет остаться в родном городе, где она выросла, и ее отца Лао Ю, которая мечтает вернуться в Шанхай, который когда-то покинул. Отец пытался контролировать дочь во всем, требует полного послушания и подчинения. Провожая встречает ее до школы, выбрасывает подарок, который ей подарил молодой человек. Постраивая встречу с этим молодым человеком, говорит ему, что Тиньхун его не любит, просто не может ему об этом сказать, что эти отношения нет будущего, потому что они находятся на разных социальных ступенях. Девушка пытается бунтовать пульсов отца, но отец все же полностью подавляет ее желание и стремление. С ним контрастируют родители Сяо Джен, подружки Тиньхун. Они понимают и принимают ее у себя дома. Затем просят ее отца, чтобы он ее не ругал и будет не помягче. О том же говорит ее мать, но отец непреклонен. Также он, совершенно не обращая внимания на то, что его дети не хотят приезжать в Шанхай. Неохватимо отмечать, что как в фильме «Ход за патронов», так и в шанхайских мечтах, а кто делает все, это только раз в пяти. Я считаю, что поступают им во благо. Шанхайские мечтают отец велеть мысль о возвращении в Шанхай для того, чтобы на те пори мы оплачиваем работу, чтобы обеспечить надлежащее образование для своих детей. В фильме «Улица у Дамбы» мать главный героинь, так же, как и отцы в следующих двух картинах, стремится контролировать дочь и решать за ней, что встречает бурное сопротивление со стороны дочери. Еще один зимой «Мой отец и я» рассказано о домотношениях отца и дочери. Это история обретения и потери отца. Рассказ ведет от первого лица девушки Сяо Ю. Мать главной героини погибает, появляется отец, которого она до тех пор никогда не видела. Это история молодой девушки, которая пытается найти свое место в этой жизни. Настороженое отношение к отцу, которое фактически является чужим ей человеком, постепенно сменяется более нежными чувствами. Но отца сложает тюрьму, и девушка опять остается одна. Она поступает в университет, как того, хотел ее отец. И налаживает свою жизнь, начинает встречаться молодым человеком. В этот момент снова появляется отец. Сначала Сяо Ю не хочет иметь ничего общего с этим человеком, она говорит ему, «Какая отношение ты имеешь ко мне?» Ты приходил всего один раз, но постепенно их отношения снова налаживаются. Но когда отец выступает против того, чтобы она жила образованным в разницу с своим молодым человеком, и уезжала с ним в Шанхай, девушка не служит его, делает ее по-своему. Это еще один пример увеличения самостоятельности независимости китайского молодых людей. Через два года она возвращается, она беременная, и отец ее поддерживает. После рождения внука он заботится о ребенке, пытается заработать деньги. В результате несчастный случай он становится инвалидом. Сяо Ю остается одна с ребенком. В руках на сети паралитиком. Она помнит его с ложечки и говорит, «Я хотел ненавидеть его, но не могла. Через некоторое время отец умирает». Фильм заканчивается тем, что она вместе со своим ребенком и новым мужем приходит на кладбище, где отец и мать похоронные рядом. Она говорит, что любит и благодарна им обоим. В целом, однако, можно сказать, что в китайском кино конфликт между родительными детьми разрешается благополучно. Родительные дети находят в данном понимании обещаться разрешения конфликта окрашены печальными носками. Либо становится слишком поздно, как в фильме, «Ваня» или «Моя» и «Я» когда отец умирает, либо керор просто улучшится милицию с убеждениями друг друга. Рецепт также определенный вызов старшим поколениям, проявляющихся в одежде, прическах, мудрых и танцах. В фильме «Шанханские мечты» учитель с ножницами в руках стоит на ходе в школу и проверяет внешний вид учеников, схватывает тех, кто, по его мнению, одет неподобающе. Он спрашивает молодого человека, одеты желто-черные в дюйке, клеш. «Что это за брюки?» «Да, я посмотрю». Пытается их расстричь. В фильме «Мир главный герой» с иронией говорится знакомым, который был киселька. «А привет, малыш!» «Совсем взрослый» стал, кисельки нацепил. Он отвечает, «Это модно». На что Геральт говорит, «Телевизору много смотришь, вот и крышу снесло». Картины современной китайской режиссеры касаются еще одной немаловажной проблемы. В Китае возникла ситуация, когда каждым годом пожилых людей становится все больше. В этой связи обостряются проблемы, связанные с пожилыми людьми, такие как одиночество, потерянность их, социальная незащищенность. В современной Китае традиция уважения и ухода за пожилыми людьми теряет свою культурную основу. Все это показано в фильме «Парсону». Престарелый отец главного героя после развода с его матерью живет в этом районе, который предназначен под сном. Рядом с ним живет еще один старик, его бывший друг. Его деть давно выросли уехали. Его смерть осталась незамеченной, если бы по соответствии не жил отец главного героя. Единственным развлечением этих двоих стариков является игра на джан. Филим «Парсону» посвящен отношениям отца и сына, в который уехал в другой город и очень редко навещается его отца. В этом жмите, но отец так до сих пор незнакомженного сына. Отец содержит баню, живет, вместе с вами на снастом ребенка. Старший сын доезжает в Пекин, только в том, что считает, что отец умер, когда младший брак, по вине старшего теряется между старшими сними, а сын, и происходит следующий диалог. «Отец, я бескак свою учену, а ты здесь не нужно, уезжай, возвращайся в свой черт дженчжэн, а хотя скажу, какой черт и вообще приехал, я приехал, завидать тебя, отец приехал, смотреть, не может ли я, я знал, что ты не уважаешь на меня, самого тела, которое занимаюсь, но я счастлив, ты хочешь заниматься большими делами, ну так поезжай, я уже потерял одного тела, не даю потерять глаз обоем». Мы видим, что основной причиной конфликта являются разные жизненные ориентиры и гады на жизнь. Итак, мы видим, что трекционно с ним отношения родились в тем кризисме в современном китайском обществе, в основном трекционном обществе не изменилось, что нашло отражение в современном китайском киноматографе. Основным темом стали конфликт между поколению рождения так называемого феномена маленьких императоров, а также отеночи от пожилых людей. В 2000 году на экран уходит фильм под названием «Крадающийся тигр. Дотаящийся дракон». Это фильм рассказа девушек, которая желала жить как мужчина, то есть делать то, что ей нравится. Все, что она делает, не для нее лишь забава. Однако забава или нет последствий ее действия могут иметь серьезные последствия. К тому же девушка убийц знакомой женщины, которая зовет себя нефлитовой лисой. И эта женщина еще с дизайном артем боевых мубая. Все шалости девушки вместе нефлитовой лисы взяты с мячом, который называет «Зеленая судьба». Эта меч принадлежала когда-то учитель Лимубая, принадлежа самому Лимубаю, а теперь хранится ее друга господина Те. Однако не шалости не месли до добра не доведут. Китайцы в кино человеческие истории человеческий характер развивается на фоне развития общества, даже если служит только фоном. И 21 веке прогноз развития общения не замечено. Китай как бурно развивается порядок и можно ждать жизни больших городов, бурно-строительственным и стремительным транспортом. Спасибо большое. Я понимаю, что немножко такой психологический серьезный темы, мы об этом говорили, взаимоотношение детей и родителей, взаимоотношение молодежи, просто вот сопровождающий фильм немножко прервал наши это самое, все начали смотреть это. Я просто вам хочу сказать, что специально к этому мероприятию мы подобрали самые современные фильмы. И после занятий со звуком и так далее вы можете все прийти и полностью посмотреть. Это специально мы скачали эти фильмы именно современной жизни. Я единственное, что хочу дополнить буквально перед тем, как уважаем анормальный выступит, вы знаете, очень много вот в самом начале я сказал, часто ассоциируется с драками, с боевыми искусствами и так далее. И, наверное, нету, наверное, более знаменитого же артиста, которого не участвовал в этих долгое время, и вообще известного китайского артиста Джеки Чана, который выступает на, так сказать, участвует и режиссером является многим фильмом. Я хочу сделать одно маленькое замечание. Знаете, так получается, что в жизни все перемешано, и политика, и экономика, и так далее. Джеки Чан очень долгое время всегда ассоциировался как китайского происхождения из Гонконга, с Гонконгом и так далее. Но мы все же с вами знаем, что Гонконг сейчас вошел в состав Китая. Даже юбилей можно праздновать в этом отношении. Так что вот тот элемент, когда был, что отдельно китайское кино, отдельно гонконгское кино, может немножко чисто в искусстве оно еще и сохраняется, но Гонконг является составной частью Китая. Он был возвращен Китаем после Да, вот специальная зона, но тем не менее составная часть Китая. Поэтому теперь мы, когда говорим о китайском кино, мы говорим о гонконгском кино тоже внутри китайского кино. Вот этот элемент надо знать, почему? Потому что мы всегда ассоциировались с Жеки Чаном, с какими-то гонконгскими боевиками и так далее. Так что видите, как развивается непростая история китайского кинематографа. Изменяется жизнь, изменяется китайская мечта, то есть не изменяется, она реализуется китайская мечта, и соответственно все это находит отражение кино искусства. Сейчас я хочу предоставить слово Дэган, нашел факультет, Ананг Малин. Что сон? Да. Мы как-то как-то с 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...